Самый первый монастырь, основанный Афанасием, на самой высокой скале этой местности, был названным Метеорой. Слово в переводе с лечества на русский означает «парящий в воздухе». Вспомните, что метеорит – это летящий предмет. Впоследствии, когда, к примеру, Афанасия, последовали другие монахи, и монастырей в этом местности стало 24, вся местность была названа Метеорой. А первое вправление в словании монастырь стали назвать «большие Метеорой» или «фреображение». Также хочу быть ваше внимание на то, что в метеоритических храмах свечки никто не продает. В метеоритических храмах перед свечками указана цена, а в монастырьских храмах никакой цены нет. Поэтому, когда будете стоять на эту свечку, подойдете, бросьте монетку или бумажную облуперку, и поставите свечки в этом празднике. Сегодня мы с вами своем молитву собрось бы, чтобы у вас был глаз встужен. Хорошо, я вижу, что в наших глазах все-таки происходит чудо. До нашей остановки я думал, что же мы будем делать с этим дождем. Вот пока я вижу, что на время дождик прекратился. Не знаю, как это долго будет, но по крайней мере, это будет помешать нам сделать красивые снимки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После этого промастыря, сейчас мы посмотрим с вами вниз, вы увидите просто потрясающую картину. Видите, и оттуда, вот как раз когда будем в этом поселке, посмотрим наверх и увидим вот эти скалы. Вот сейчас смотрим сверху вниз, а потом посмотрим снизу вверх. Кто-то спросил по поводу вот этой дороги, вот видите, для доставки грузов. Сегодня в монастыре, а раньше все вручную снизу не оставляли. Туда, наверх. Вот посмотрите вот здесь направо вниз, вот смотрите вот туда. Вот видите, как с высоты птичьего полета. Сейчас мы остановимся, все же сфотографируем. Так, вот здесь мы опять останавливаемся, выходим из автобуса без вещей, с пятиокамерами, с аппаратами. Так, это той монастырь Святого Степана, Святого Великомучника Степана. И мне хотелось бы отметить, что первые монахи, друзья, судя по всему, были неплохими скалолазами. Они вбивали железные клинья в скалы, изготавливали леса, затем по этим лесам поднимались наверх. Ну, конечно, не каждый из монахов был поспособен на это. И тогда первые поднявшиеся наверх спускали низ веревочной лестницы, изготавливали подъемные механизмы. К ним прикиплялись сети или подню, туда загружали строительный материал, и все это затем поднимали наверх. Поставление наверх длилось от 20 до 30 минут. На целых 30 минут сердце монах, у человека и мужественного. Но замирало, наверное, точно так же, как оно замирает у многих наших вестей. Может быть, у наших вестей тем, что отсюда одна дорога, дорога в рай. Вообще, друзья, говорят, что хорошо и в раю в аду. В раю горят хорош климат, а в аду компания. Ну ладно, хватит страстей. Значит, скоро мы с вами окажемся на противоположной стороне. И увидите отсюда монастырь, который вы сфотографируете сам. Все, все, все. Я вам мерсю пяти полигаторку, ну, что ты еще идут и так же. Продадите, пожалуйста. Бажность на проведение такое, что не было в это время никого здесь. Действительно, был страшный грохот. Все строят, мне было впоследствии говорили о том, что они подумали, что землетрясение, что монастырь рушится. Часто на эти скалы поднимаются скалолазы. Запрещено подниматься только на те скалы, на которых построены монастыри. Сами скалы имеют удивительно причудливые формы. Я нисколько не сомневаюсь в богатстве вашей фантазии, ваше воображение. Поэтому очень скоро попрошу сказать мне, на что некоторые из них напоминают. Вот сейчас у нас будет большой поворот направо. И после этого большого поворота направо, с левой стороны в глубине будет каменная глыба. Нижняя часть этой скалы посветлее, чем верхняя. Вот на верхнюю часть нужно обратить внимание. А бурет еще рассказывает про свекрови. Хотите про свекровь? Хотите? Слушайте, едут два автобуса по горной дороге, переполненных. В одном автобусе одни свекрови, а в другом одни снохи. На каком-то повороте автобус со свекровями съезжает. Вот поворот налево. Надо будет посмотреть еще раз налево, как можно повыше. Между двумя огромными каменными глыбами скала удивительно причудливая форму. Вот смотрите, туда налево и повыше. Никак, как только и называют. Каменный Пальчик, Дубинка Геракла, Кипарис, Веретену. Здесь на этом месте территория заканчивается. Целый каменный город, который выросл из Средневпоря.